Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Мы составляем, можно сказать, ролик и просят озвучить это дело. Это из моих книг «Открытым окном» с 1 по 6 том. В Потеряевке она начала восстанавливаться в 1991 году. Потом в 1992 уже прибывать стали. А до 1992-го там только одна батюшка была, мама была, и Ося там племянник был. И потом каждое воскресенье я вел занятия. Собирались люди в лагере. Это не в храме, поэтому называется фамилии, и все здесь как есть. Какие уже были непорядки. Но это прошло уже, может быть, лет 10. Теперь-то уже 26 лет будет в Потеряевке. И вот проповедь. И их записывал, эти проповеди. Барабаш Игорь Александрович, староста деревни, у него макетофон, ну такие кассетные где-то. А потом я вот сюда вот мне попросил. Толя Петеримов сделал этот вот магнитофон такой. И как его включать? Ногой. Здесь веревочкой ногой. И я раз и перепечатал. По часу с лишним занятия. Все, что вокруг есть. Строение, гости, непорядки, инструмент, пчелы, скотина. То есть тема такая. На эту тему все. Вода, воздух. 123 беседы сохранилось. А сколько их было, может быть, больше намного, чем 123, несколько лет они записывали, вообще не записывали. Может быть, их 300-400 было. Но послушайте. Исполнение лично потеряется. Каждый год у нас отчет о проделанной работе в лагере Стане. В первое воскресенье после 10 октября в Барнауле, когда там бывает батюшка. 12 октября мы, как правило, начинаем занятия в университете. Наступает у нас городская жизнь. Вот отчет делает. Отчет делает за год мэр города. Тут был баварин такой. И мне из городской администрации приглашение было. У нас были близкие отношения. Потом мэр непростой. В десятку лучших мэров России входил. И потом меня уже спрашивали, ну как он? А он бывший партор моторного завода. Я говорю, имеет общение. Опыт большой у него. То есть интересно им было узнать, какое мнение. Как он отвечает, как награждает. Видно, владеет ситуацией. А то миссионерские отделы. Какие миссионерские отделы? То он еще не кончал. А он знает. Ну партийная школа. Нет, это опыт. Это опыт. Миссионерский отдел не может сделать миссионера. Нет. Он только обманывает. Вот это знает все. Он его закупорит в это. И вот теперь дает отчет. За лето в лагере было 98 человек. Я отвечаю. Из них ровно 57% были бесплатно. О! Часть за натуральную плату доставляли продукты. То есть из соседнего села были, они там то молоко, то масло привезут. От государства за 26 лет ни рубля не получили. Тогда было 26 лет. Сегодня лагерь уже 44. Ну сколько лет назад? Вот посчитай. Почти 20 лет назад. Где зарубежная помощь, как у сектантов, там все есть. Врачи и достаток. Они получают оттуда вагонную литературу. А мы у них покупаем сразу более 2000 новых заветов на тюрьму за наши кровные. То есть видите, как они получают бесплатно, а нам продают сектанты. И мы у них покупаем, а бесплатно отдаем. Им дают в преизбытке. Дождемся ли мы чего-нибудь для наших детей, чтобы и обслуга у меня могла получать что-то. 98 человек были летом в Лагерестане. 12 из них по полной стоимости. А наша полная стоимость по сравнению с самой малой государственной в 4-10 раз дешевле. Вот представьте, наша стоимость высшая, полная. Самая дешевая государственная, так еще ниже. Но там 90% оплачивает администрация, профсоюз. А у нас все 100% падают на них. И всего-то сколько у нас по стоимости? 12 из 98. Этот 1999 год войдет в историю нашего существования. Нападки коммунистов были страшные. За лето, то есть за 2 месяца и 20 дней было 15 комиссий краевого масштаба. Представить невозможно, что они вытворяли с нами. Не успевали ворота открывать. Вынесено постановление, закрыт Лагерестан. Были попытки возбудить против меня уголовное дело. Все Бог позволил перенести и меня сохранил еще для чего-то. Накопали лагерные 525 ведер картошки. Это и для лагеря, и на следующий год. И для обслуги. На зиму. 1400 ведер в 2001 году. Представьте, лагерь. А всего ничего нет. Варенье различного, более 300 литров наготовили. Деревья корчевали. И на этом месте два склада построили нынче. Деревья корчевать. Это очень трудная работа. Большие. Иногда приходится 4 метра котлован копать, чтобы один корень выдрать оттуда. Подрубить его. Корни-то идут вниз. А потом его оттуда веревками с тем табором цыганским вытаскивать. И тащить в сторону. Есть лунные ночи. Вы начинаете по ночам в своих городах корчевать свои деревья. Огородах. А, в своих огородах ночевать свои деревья. Мы сумели и у вас получится. А то у Миши Никитина огород наполовину тополями зарос и не вводится земля в оборот. А там, где Виктор купил сейчас у него дом. Торопитесь, чтобы эта работа не досталась другим. И награда от вас опять улетучится. Ну вот так. А у него на крыше, там, и он мусор некуда девать, он залазил туда. И там на потолке все в банке склянки, стекло, все завалено. Я в жизни не видал такого еще. Это надо было залезть мешком и высыпать, как будто рядом свалка есть, траншеи и туда нет. И такой дом продал. Когда полезли после дома, дом купили-то. А там нельзя зайти. Весь чердак. Это надо выносить, там не одна машина может будет. Детям оставьте от вас сделанные участки. Говорю не только о земле. Перечисляю вам 27 позиций, что мы за лето сделали в лагере. Ну дальше я перечисляю. 27 позиций. Деревья сажали. Чем? По уставу записано, что наши две религиозные общины содержат лагерь Стан. То есть Парнаульская община Христовозвиженская и Свято-Анфимовская Потеряевка. По уставу записано. В действительности же ничего этого уже давно нет. Сами мы все тянем. Изредка кто, что сделает. Весной снег с крыши скинут. Лагерь Стан даже много больше помогает деревне. И школе вашей дровами, и на уборке сена, и прикопке картошки. То есть мы работаем там, бывшие сады, они заросли кленом, на машине привозим, дети пилят, колят. И потом машина с большими бортами, готовая дрова, перевозим, отдаем в школу, лагерь. Один год, мы кажется, я не знаю, 11 или 14 полных больших машин дров только накололи. Лагерь-то трудовой. Снабдили и школу, и врач, и всех, кто мог. Если мы будем жить по настроению жителей Потеряевки, то наш лагерь Стан исчезнет в один год. Вам это все не нужно. Вы каждый свою свинью целуете. Видите, как я разговариваю с ними-то? Ну, гуру, зазомбировать их надо. Как говорят, смотрите, вот работает гуру этот. Нынче, всю осень работаем, и ни одного деревенского с нами нет. А какую работу проделали, никто не может поверить, что всего-то 4, то 4, то 3 человека были. Я-то какой там, счетом, даже можно считать, там трое фактически. Брат Павел каждое воскресенье лагерю дает бесплатно ведро молока. У остальных нет этого. Помогает Николай Келячков. Иногда приносит от курочек яичек или огурцы. Мы живем в натяг. У нас тут в лагере нет ничего. Ни я, ни обслуга никогда не получали ни зарплаты, ни поощрения от властей. Представьте, 44 года этим занимаемся. А которые нападают, они что сделали? Тысячи детей отдохнули. Бесплатно. Мы-то все работаем. От нас слава волка помогал матушке с пчелами при качке меда. И что да будет, все тут же на стол. Сотовый мед ребятишкам в радость. А когда он к ней идет утром помогать при качке меда, мы ему в руки два ведра даем пустых. Может быть матушка забудется и не по своим банкам на продажу. А в наши посудинки нальет в наших сирых. Если забудет, наши ведра перепутает и нальет. Воду от мытья в медогонке мы выбрасывать не будем. Матушка добрая, ее только ублажить надо. И она отдаст нам оторонки срезки с рамок. Мед с ващиной. С ващиной. Ващиной. Но если не успеем съесть в ту же ночь, уже беспокойство, чтобы назад не отняло позабывчивости. У нас бартер людьми. Даем кого-то в работу и обратно на живот во спасение от голода. То, что законодательной и исполнительной власти в государстве не состыковывается, это понимают все уровни руководства. При диктатуре этого нет. А вот когда идет установление демократического устройства, в государстве такое есть всегда. А к чему это влепил-то? Вот слушайте, для чего. При диктатуре под порядок. Не успел и забыл, его сгребли и не человека. Новый и спать забудет, пока не выполнит указания старшего поддельника. Боялись. 58-я статья, 14 выгребающих пунктов. Возле дома Павла, брата моего, лежит целая береза, которая приволокли трактором, и сучки даже не обрублены, и драли весь дерн, и дорогу, как пахали сахоль. Выявляя, кто это варварство устроил. Если вы так и будете валить на нанятого вами тракториста, который урвал и уехал к себе в Корчино, то я возьму общие разрешения и на прощание хлопну вас очень крепко. Напишу в экологии в Мамонтово. То есть у нас порядок такой, не имеет права обращаться к властям, пока не дадут разрешения деревенские. Я их начинаю стращать. У нас написано, чтобы не портить землю-то. Двумя траншеями пробороздили и всю мураву конотопку. Все уничтожили, беззаконники. Вам никто не давал права рвать почву, да и уставил говриной-то. Мы тоже возили деревья сухие, добытые нами, но предварительно все сучки гладко зачистили до ствола, и комель впереди в виде лыжины устроили, и только траву приемнем, и нигде ни черточки на дороге, да еще и лопатами потом пройдем и загладим. Самое настоящее дикое азиатское варварство и разрывачество потеряевки творите. Старость Игоря Барабашу. А он тоже сидит на занятиях. Чтоб были во всех взяты объяснительные в письменном виде. Это чтобы было уже готово сегодня к вечеру. Кому непонятно. Без предела положить предел. Смотрите какие. А сидит все собрания, сидят слушают. Ну гуру говорит, а зазомбированные сидят слушают. Иначе соберу деревенское собрание и придется кончать это безобразие. Проехал я на велосипеде, нашел где росло дерево, как его волокли вокруг леса, где кладбище и где тракторист. Похоже ни разу дорога не обернулся. По нашему, по советской, все это варварственно. Больше никого не нанимайте и не будете ссылаться. У нас вокруг растут мизерные околки. Попросили дров коршинский у солдат. А солдаты были на уборке хлеба здесь. Они тут же в наши околочки поехали и маханьки березки в кузов 80 деревьев скубили. Представьте, маленькие околочки такие, 80 деревьев насчитал, срубили. И все. Плакать будете лет 50, и детям вашим достанется только выжженная пустыня. Я написал об этом в Москву. ЦК. То есть раньше я писал об этом, как губят деревья. Еще разберись. Еще разберись, староста, какую березу завалили. Или она ветром была надломлена, или самим и похитили. Рядом стоит сломленная сухая. Ее не тронули. Я понимаю, что старости неудобно этим заниматься. Потому что ты, дружок, сам перепортил столько дорог вокруг. Наверное, навесное оборудование не отремонтировал и их храбастил. Но ты перешагни через это и со всей строгостью размолоти нахалов. В субботу храм пустой в Потеряевке. Миша Никитина на вечерней почти никогда нет. Редко-редко заглянет. По газам и в город. Или по полям рыскать. За плохими хозяевами кадниковскими. Всю веку к своему погребу приобщать. Реквизировать к своему свинарнику торопится. И он тут же сидит. Был случай с Пахомием Великим. Когда перестали готовить горячую пищу. И ради одного инока, молодого, столовой работала. Они навязали 500 циновок. Для них был большой спрос. Доход на них. На циновки на эти. Но Ава повелел на середину двора приволочь работу этих стахаровцев. И все сжечь без остатка. Потому что они говорят, что готовить-то никто не обедает. А юноша говорит, а я хотел есть. Пришел, вы сказали. Как не делать? Я же сказал готовить. Монахам, горячая пища чтоб была. А с чем вы занимались? Так, а мы циновки вязали. Понимаете, нам доход нужен. Вот гуру-то какой. Пахоми Великий. С прозвищем Великий. Василий Великий. Только 17 человек было. За всю историю христианства. Немедленно выездят сюда. Кто тут распоряжается? Пришел я эконом. Где циновки? А на складах мы отправляем. Уже тут менеджеры договорились. Вот сюда. Устроить автодапы. Так, полейте чем-нибудь там. Чтоб лучше горело-то. Все сожгли пепел. О, дуралей какой. Кто-то про себя подумал. Не разговаривать. Ава сказал, сжечь. Вас не благословлял священник, чтобы вы по полям болтались по субботам. Рыскатьте, как вечерние волки. Матушка спит на молене постоянно, потому что ресурс духовный равен нулю. И даже отрицательный. Давно за красной чертой давят ограничители. И они сидят здесь, слушают. Из некоторых домов на богослужении не бывает ни одного человека. Будете прокляты впоследствии. За некоторых хотя бы маленькая девчушка пусть придет. Пусть она будет за вас ходатайствовать. Здесь же никого нет. Припоминайте случай, когда шла война в Израиле с заклятыми врагами. И после окончания войны, когда уже и оружие почистили, и готовы были пойти домой. Но сделали пересчет. В войске оказалось, что из города Мироза не было ни одного человека. Ни единой души в ополчении. И тогда ангел восстал и произнес страшный приговор. Судей 5 глава. Прокляните Мироз, говорит ангел Господень. Прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь Господу. На помощь Господу с храбрыми. То есть все. И снова пошли израильтяне, повернули на свой родной город и стерли его с лица земли. Ангел сказал. Никого не было. Батюшка, тут же до конца не доводит дело. Тут тоже до конца не доводит дело. А нужно бы все, что во время моления ты натаскал, сегодня же выбросить на помойку. И сдохла собака. Больше бы никто не посмел чешуей рыбей давиться. Ездить по рыбалкам в воскресенье, во время моления и во время занятий. У ямы, где свалка, все лежит на борту. То есть яма, когда трыше это, свалит, ну спихни лопатой туда. Нет, все разносит. Солопаном все. Ну спихни, этого даже не делают. Эти люди, которые делали, все уехали из Потеряевки. Она им не нужна была. Вот о которых я говорю, все до одного сгинули. Потеряевка от них очистилась. Никто не выгонял. Они чужие. Так и разносится по сторонам. Вы здесь, лодыри несчастные, живете как абы как. Если экология на грани, да еще лучше и подсказать, куда тут посмотреть, то вам железный колпак наденут. Где кто что хочет, туда и валит. Прошу назначить специальную комиссию по экологии в деревне. И обратить внимание, особенно на тех, кто живет на скате. На скате, то есть почва такая в огороде наклонная. На наклонной поверхности. Это Матушка, Калашниковы, Женя, Саша. У них все сносят весной в пруд. Пруда не будет. Там на бугре у свиней набросано. Дышать нечем. Выкопать траншеи, чтобы никакую заразу не развозили после домов. Вы не будете держать по 30 свиней. Выносите это хозяйство за пределы деревни. Видите как? Свиней много, держи за пределами деревни. Мы убьем тревогу уже сегодня. Комиссия, чтобы имела право ходить по дворам и проверять. А не так, как Петя. Я виллу возьму и никого к себе не запущу. Пойдет кто? Я виллу его встречу. Я возьму ружье и любого расстреляю. Мне не страшно. Понятно. Вот какие оказались люди. Там пришли такие тихие, смирные, потеряевки жить. Где? Ни одного нету. Все, вымерись. Потом стали сексотничать. Тайно ездить в прокуратуру, заявлять на своих жителей. Это Господь допустил такое испытание. Это не просто деревню создать. 21 тысяча деревень сгинули в России. Мы единственное на этих принципах восстанавливаем. Значит, чего это стоит? Это наши христиане так говорят уже. После причастия такое говорят в тот же день. Батюшка сказал, видя такое презрительное отношение к службе, у меня руки опускаются. То есть богослужения нету? И эти слова от батюшки я слышу уже не первый раз. Помню проповедь Александра Пивоварова. Когда бабушки в храме еще до службы молятся и не разговаривают, то в душе подъем у нас. А когда так ведете себя, выхожу, никого в храме нет, буду лучше каждое воскресенье в город ездить. Это батюшка говорит. В этой общей барнаульской. Сегодня еще можете говорить такие пакостные слова, как Петя, но вы останетесь ни с чем. Деревня, не имеющая священника, потеряет свое значение, превратится в помойное место. Вы не нужны никому. Будете здесь. Я уезжаю. Самый ненавистный для вас человек скрыт от вас будет. Вы ставитесь одни гнить. И вы уже даже и не болото здесь. Вы хуже болото. Вы собираетесь только за тем, чтобы зубы поточить и на меня грязь лить. Мне это доносят, что и женщина не воздерживается ни в каком отношении. Но завтра уже вам никто этого говорить не будет. Вы будете сживать свои языки. К вам никто не подойдет и ничего не подскажет. Вы будете только ожидать двух пророков, которые будут мучить людей. Главное качество мучить. И когда их убьют, все будут поздравлять друг друга. Откровение 11 глава. И живущие на земле будут радоваться всему и веселиться. И пошлют друг другу, потому что два пророка все и мучили живущих на земле. Сегодня Господь посылает шершней, чтобы подумать можно было. Это разокония 7 глава. И шершней нашлет Господь, Бог твой на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывавшиеся от лица твоего. Если вам богослужение не нужно, то и вы тут не нужны. Здесь представитель власти один, Игорь Барабаш, староста деревни. Остальные так. Вы только для себя трудитесь, а он поле обрабатывает. Если план дадут на кусок мяса, то вы тут сгорите. То есть за то, что держат коров, то не платят как-то освобожденно. А если дадут платить за что-то, ну и будет отдавать, и ничего не будет. Вы уже забегали еще отходы по разным деревням, а там ничего движнего для вас нет. И будете резать свиней, и это уплывет от вас, потому что не молитесь. Так как тянете на себя каждый свое одеяло, то оно будет слишком узкое, чтобы завернуться. Исса, 28 глава. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться. Слишком узкое одеяло, чтобы завернуться в него. Это собрание, отчет идет, это я разговариваю с ними. Необходимо укрепить берег, плотину хромового пруда, как мы укрепили железными пластинами лагерный пруд. Иначе побежите отсюда. Перехожу в московскую патриархию. То есть никто никуда и не уходит, а просто растворяется в мире. У нас есть правило, чтобы все, кому кто в гости приезжает, были поставлены на учет. Вижу, что у некоторых живут гости по несколько дней, и никто не является к старости, чтобы его записали. У нас в лагере, если даже на час кто приезжает, то они уже стоят в журнале с паспортными данными. Это и в Барнауле, в Крестово-Звижинской общине. У нас хороший комендант-эконом. Это специальная у нас должность такая, с которой следить за всем. Как-то приехал епископ Евтихий. Наш епископ приехал. Она и у него спросила паспорт, и записала. Извинилась, у нас только порядок. Он ничего. Достал паспорт Егоренко Надежда Павловна. Слава Иисусу Христу! Вы, если туда приезжаете, то кому разрешено ставить машину, то только через нее. То есть, если кто приезжает из Потеревки, и машину оставить надо здесь, только через нее. Она здесь, я все права им отдал. Правила нарушил Игорь Глушков. А он тут же сидит. Тут же я попросил его выгнать машину со двора, потому что ты пренебрегаешь нашими правилами и вводишь в нашем монастыре свой устав. Это не пойдет. Ставить с грузом машину на ночь в городе и на улице. Грузу в кузове поубавится. Он тут же начал мне звонить и просить прощения. Прощу, но пока погожу. Посмотрю, как искренне твои слова. То есть, пускать тебя или не пускать? Мы не можем на отку подать все, что вокруг нас. На отку. Дальше. Вот тут сидят сейчас на занятиях два Игоря. Ехали в городе и перед светофором спятили. Назад машину с мукой. Как с ума спятили. Не вышли из кабины, не посмотрели, стоит ли кто сзади. Был мороз, и они пригрелись в теплой кабинке. И на иномарку наплыли. И 13 миллионов выплатили. Тогда деньги такие были. Раздавили ее? Прямо здесь, перед светофором красным, на нашей улице. Город это место разврата. Березы бы там. Интересно, тут встретился один человек, и кому-то из наших рассказывает. Говорит, тот ехал, говорит, а что машину-то? Да маленько под... А кто? Какие-то бородатые, говорит. Я сигналю им, говорит, они назад и даванули машину своей. Говорит, и они везли муку на грузовой машине. И раздавили как? Хорошо заплатили. Мало того, муки дали, там сколько-то мешков. И деньги выложили. Интересные люди. Да я, говорит, заплатил-то, они меня раз в 10 больше заплатили. Нашему кому-то он не знает рассказывать, что люди, которые нас знают. Барабаш ехал, и глушков. Город это место разврата. Березу бы там так не потащили. Там бы тебе хомут надвинули на шею. В городе есть приставы судебные. Ты бы не митинговал. А у меня нет ничего. То есть как подействовать-то? Там не будешь говорить, у меня нет ничего, заплатишь. Нет, тогда корову со двора. Подвал, что под храмом у нас в Барнауле. Вот здесь вот. Чтобы матушка туда и ноги не клала. Ноги, ноги не клала. Ноги. То есть туда не залазила ничего, она хозяйничает. Я и отказал. Тут 12 человек большой подвал выкопали. Вот где я сейчас нахожусь. Под храмом прямо и туда. Сделали такие сусеки. И туда все, которые здесь, в Барнаульске-то, перевозят картошку, соленья, моленья, все варенья туда. Дело в том, что вы тут попутаетесь по мелочи с мешками. Я всем подарил даром по 30 и более мешков с одним условием, чтобы вы подписали их. То есть пустые мешки мне дают, и я им дал, чтобы подписали. Когда ведут, а дальше путают. Подпишите. И вот оттуда послал мне игла. Кратко. С мешков началось. Игнатий Лапкин. Не сделали этого, и опять путаетесь. И недоверие растет. Мои, у кого были, не вернули. Значит, думать могу, что хотите присвоить. Поэтому вернуть и сжечь, как оскверленный вашим корыстолюбием. Мы единая семья, принимаем тех, кто к нам заезжает. Но я все-таки считаюсь по документам, хозяинам там, в доме на Ползунова-6. Это моя частная собственность. И вас там никто не тронет. То есть я говорю об этом. Вот мешки, которые у меня взяли, не вернули, я уже считаю скверненные. Поэтому ко мне вернуть и сжечь их. Ну, это сурово. Ну, зачем? Это мои мешки, я имею право. Поочеритесь нашему уставу, не приводить чужих. Ко мне как-то приехал племянник жены, Надежда, Толя. Толя, Надежда. Толкни ее. Она там, блядь, воткнулась. Слушай внимательно. Я его принял. Он живет, спит, ест. Он сейчас приезжает, приходит иногда здесь, идет. Выезжает. Дня через два опять является. Приносит чемодан с собой. Вижу, что тяжелый. С кем-то уже якшался. Кто он такой? Отдал им на улице строительную квартиру. И они живут там с Ниной, с его теткой. Пироги для базара стряпают. Вспомни, как это было. Плохо, Игнатий, сделал. Спрашиваю, где ты был? Молчит. Что в чемоданах? Молчит. Зачем ты такой мне нужен? Я встречаюсь с такими людьми, первыми лицами в крае. А, я встречаюсь с такими людьми, первыми лицами в крае. Я ему отмечаю. Главами администрации, прокуратуры и так далее. А ты, может, тут награбленное хранишь. До свидания. Тогда заговорил. Я тут нашел коммерсанта, и вот перевозим. Дорогой, да мы же договаривались, что ты с посторонними не будешь якшаться. И ко мне в дом не будешь эту бациллу вносить. Ты уже и показал в своем местах нахождение. И они в любое время ночи могут к тебе прийти. Нет, так не договаривались. Прощай, и сюда не заходите. И не звоните. Не надо жить по-апкисейному. Есть везде определенные правила. И по ним нужно пусть свой прошагать. Понятно, скажешь. Да вот неправильно, неправильно, это все вам должно. У меня другие порядки. Он не слушает, сошел и делает по-своему, что приносит. А потом оказалось чемоданом такое, что мне тут дух не надо где-то. И все. По Теляевке никому ночью не открывайте. Батюшка выговорил, но за углом идет ропот. Мало того, открыла Вера Федоровна. Золотова такая была женщина. Сама открыла. А там? А там какой-то монгол. Она среди ночи ему все рассказала и повела к батюшке к окну. С ума можно сойти. Вы понимаете, что делает? И после этого еще ропот идет за углом. Мы все знаем, нас не надо учить. Мы не меньше вашего видели. Это так отвечают верующие. Это врач, кандидат медицинских наук. И она тут же сидит на собрании. Если не меньше нашего видели, то почему бы вам новую деревню не открыть? Там и водите свой устав. Живите единомысленно, в беззаконии. Еще 329 разрушенных и брошенных пустырей от бывших деревень. На Алтае только. Вот как. Вы к нашему пирогу присуседились. И теперь начинаете слюнявить край стола. Не надо того делать. Это и не по совести. Вы же письменно подтвердили, что будете соблюдать устав деревни. И не допускать, чтобы кто-то нарушал. То есть у нас это написано. Я не требую своего. Устав проголосовали, приняли в краевом отделе юстиции. Они нарушают устав. Вы умные, сильные. Почему же ничего сами-то не можете основать? Экономически развитые. И у вас все есть при себе. Так почему бы не попытаться и не избавиться от нашего тоталитарного вмешательства, как клевещут о нас недруги, еретики и коммунисты? Вы не исполнять и не восстанавливать деревни приехали сюда, а только бы как-то чуть закрепиться и потом развал устраивать. Бунт идет. Непрерывный бунт и осуждение против меня, против батюшки и против устава устраивайте. Вы мысленно пригрейте мысль, что не будет здесь ни меня, ни батюшки, и вы исчезнете. Вам кажется, что вас уже пятеро меня поносит, и еще кто-то с вами будет, и вы устоите. Все ушли, ни одного нету. Все выехали с потеряевки. Развеет вас ветром отсюда всех. Зло выборочно не бывает. Вы будете жрать друг друга. Вы начнете воровать один у другого. В воскресенье не будет службы. В субботу она уже вам не нужна. Вы прикиньте маленько и поймете, что вас и на месяц не хватит. Люди попрут к вам со всех сторон. Вас благодать не будет окружать. Будут поджоги, воровство. Сплошным потоком пойдет. Павла кое-как подняли, а у него борода в оплепихе уже. То есть пьяный. В его дом все лезут, и лезут чужие. Он, слава богу, уезжает на зиму. Хорошо бы, если бы и не вернулся. Все же путь позора снял бы с деревни. Все, уехал в соседнюю деревню, и там пьяный валяется перед всесоветом в снегу. Если нас, батюшка, здесь не будет, вам же слова никто не скажет, не обличит. Против чего вы неразумно воюете? Кого вы слушаете? Где вы видели такое в церкви, как у нас, чтобы выполняли соглашенные из идти? Где вы это видели? У старообрядцев? Конкретно укажите. Выводят всех в одно место. Теперь стали выходить и Устиновы, и другие оглашенные, уже на другую сторону храма. Почему? Я скажу, это отстам. Саша Дмуха, к нему тянутся. Из-за СД. Вот везде СД, главное, это развратитель. Стал седьмую заповедь нарушать. Такие пакости невиданные делать. Ушел к еретикам, баптистам, и везде его заметили в этом, и отовсюду вытолкали, что сейчас нигде сидеть дома. Идет литургия, а они разговаривают. Он смеется весело во время пения Херовимской. Ты совершенно потерял веру. Я вышел, сказал, ребята, сейчас считается поучение. Скажите, почему люди пренебрегают церковью? Конкретно вас касается. Саша одарил меня такой мефистофельской улыбкой. Это надо было видеть, зафиксировать. Столько лютого презрения во взгляде. В ухмылке этой кривой. Саша, это тебе нужно. А они в это время вокруг него кучкуются. У него талант увлекать в погибели. Они уже стоят около него. Роман и Кирилл. Оглашенные из идите. И остаются в храме только одни верные. При этом в возгласе отлученных за грех, готовящихся к окрещению, выводят предел храмовый. И там не разговаривать нужно, выйдя на улицу или гуляя на гумне, но плакать и рыдать, что для тебя закрыты врата Царствия Небесного. Вот с этой тоской и печалью ты будешь отверзать двери, чтобы быть в честь с лекой народом Божиим, а не смех творить с богоотступником. Если ты умрешь оглашенным, то ты вне церкви. Ты это разве на каждом шагу слышишь? Кто кому это еще скажет? Платауст говорит, что если ты был на службе и ничем не научился, то ты напрасно дворы Божьи топтал. Не просто пришел, а дремал и два часа и пошел, ничему не научился. Церковный старост у вас в деревне, совершенно не смотрит за храмовым строением. Это Плотников Дмитрий Устинович. Посмотрите, какие двери перекошенные, и когда они закрыты, то ищет такая, что котенок пролезет. На чердак лазили, и дверь не закрыли, так и хлещет туда дождь или снег ли. Стекла разбиты в прихожей уже лет пять, палец о палец не ударил ни разу. Для чего вам нужен такой староста церкви? Менять его нужно немедленно, он же совершенно чужой человек для храма. Подает голос староста деревни Барабаш Игорь Александрович. Эти стекла убрали, нужна была ревентиляция, когда цемент разгружали. Он же тоже сидит и подал голос. Вентиляция тогда нужна была, но какая вентиляция зимой? Попадает туда снег, вентиляция в мозгах у вас. Дьявол все выдал полностью, выдал доброе, ответственное отношение к делу. У вас есть церковный совет, сходите к церковному старости и поговорите с ним. Ты член церкви пока, почему же так отчуждил себя от храма? Если хорошо работает, то до субботы едва ли дотягиваешь. Как же вы умудряетесь еще в субботу работать до ночи, пропускать вечернюю? У нас в лагере обслуга работает без перекуров, и посмотрите сколько переделали. Практически в обслуге со мной вместе. Три-четыре человека всего. Нас отец и мать так учили. Ты смог так работать, чтобы тебя еще раз пригласили на работу. У нас каждый год перед крещением церковно-приходской совет, и по два поручителя от каждого готовительства к крещению заседают. Ведут разбор поведения кандидата, оглашенного верой его. Этот совет имеет полномочия только как совещательный орган, но отпускать до крещения это перерогатива батюшки. Но батюшка прислушивается к нам. Если не будет прислушиваться к совсем, то ему в этом тоже пользы не будет. И он нынче в письменном виде потребовал объяснений, почему наши были против принятия одного человека. Видите, батюшка, мы не проголосовали. И так, как в основном были члены нашей общины, и они в обслуге лагеря Стана, мне пришлось сделать среди недели выходной, дать им отгул, и они ушли в степь, чтобы независимо друг от друга написать объяснительную. Это целый материал. Видите, батюшка сказал, чтобы независимо от меня. И пришлось сделать выходной. Я сказал, ты иди туда, туда выбирайте место в степь, чтобы друг с другом не встречались. И батюшке вечером дадите отчет, почему вы проголосовали против этой студентки одной. Не допускать ее. Батюшка решил проникнуть внутрь мышления тех, кто был почему-то против крещения Насти Косолаевой. Она уже два года готовилась. У нее не было замечаний, работает неплохо. Матюшке помогала она все лето. Но не прошла. Когда давали рекомендацию для деревенских, готовящихся к окрещению, мы тут не могли так решать. Мы члены крестовозвиженской барнаульской общины. Я был против принятия Веры Федоровны с золотой. И мужа Владимира Ивановича, они еще совершенно сырые, непригодные, и даю этому объяснение. И потом вы поймете, они себя покажут как мертвые. Вот она кандидат медицинских наук, а муж попал в аварию, он был какой-то инженер-строитель, и все. Я теперь им все рассказываю в глаза это, на занятиях. У нее интеллигентский, мирской настрой. Никогда за все годы от нее ни одного духовного ответа, запроса или совета. Всегда только минус. И она всегда, даже не разбираясь ни в чем, становится на дурную, в другую сторону. Она кандидат наук медицине. Ум же совершенно мирской. И никаких подвижек у них и нет духовных. Мужья больной, и однако по двору ходит. В огороде часто его вижу, но на службу очень редко ходит. Уже несколько месяцев не был, хотя до храма 150 метров всего. Есть там где сидеть. Даже на престольный праздник он не был. Не даже в приезде епископа. Владимир Иванович совершенно чужой для церкви человек. Зачем же его крестил батюшка, не прислушавшись к нам? Объяснение только то, что после аварии, когда Владимир Иванович попал в нее, он сохранил разум. Нормально говорит, но ради тяжкой его болезни надо крестить. Но когда заговоришь о посещении храма, у него становятся бешеными глаза. И головой крутит, и мычит сразу. Речь исчезает. Это же беснование натурально. И у нее заскоки везде в духовном. Это все их ивановская отрыжка. Она была ревностная последовательница этого антихриста на земле русской. Холодной водой обливать все. Посижу у них, еще поговорю о погоде. Он согласно кивает головой. Перевожу разговор на посещение храма. Мы вас под руки так вот доведем. Он аж зубы стискивает и мотает головой. Нет! Считаю главным виновником Веру Федоровну. Вот вы и припомните, Вера Федоровна, когда и сколько вы в домашней обстановке меня споносили. И это даром не пройдет. Вы будете такой, как и были до крещения. Вы отрицаете это, что поносили меня. Но будет сидеть рядом с вами не Анила. Она рассказывает, как нынче вы за две недели до Пасхи меня поливали грязью. И что из этого получилось. Вас не надо уговаривать Саше Дмухе, чтобы вы сделали то, что ему угодно. Главный разрушитель был СД. Вы уже готовы соратники. Один соратник ваш, милиционер Дружинин Геннадий Петрович. СД Дружинин Д. СД. Уже ушел в вечность, без покаяния. Убойтесь Бога. Где бы вы еще такое наставление получили, как у нас? С какой целью вы сюда приехали? И как я для вас главный враг сделался? Как это произошло? А я вас ничего не отнял, не убил. Это все на духовном уровне идет. Мы чужие с вами. Это из вас старая Ивановская чертовщина лезет буйно. Вам духовная настоящая жизнь в век не нужна. Сейчас после занятий остайтесь здесь. И я подробно вам расскажу все ваши выходки. Вам ничего не нужно. Только что вы пришли, простояли два часа в храме, по-славянски отбубонили и пошли домой. Отбублили. Впереди еще целая зима. Докажите, что вы не такие. Не полощите меня. Еще никому не было от этого пользы. Кто воевал против меня, те же все до единого сгорели. Даже из мельских властей. Главный тут враг был. Председатель земельного комитета Назаров Сергей. Это Мамонтовского районной. Этого уже сняли. Он будет судиться за свое тепленькое местечко, но вряд ли устроится туда. Он зверствовал, лгал на нас и сгорел дотла на этом именно. На этом именно. Он столько лет во всех документах давал лживые отчеты в прокуратуру и в краевую администрацию, что по терявке выделено 73 гектара покосов. Из гипрозева приехали. Все обмерили и наскребли только 7 гектар. То есть 10 раз больше писал. А комитет по земельным ресурсам края ответил нам, показал нам и дал карты свои, что у нас только 1,2 гектара покосов. Вот как. Всего 1 гектар. А он писал 73. Сгорите и вы. Муж ваш умрет. Он умер. А вы уедете. Так и получилось. Ваш удачный период здесь кончится. Вам потерявка не нужна, как строящаяся и процветающая. Кто бы к вам не приехал, ни один в храм не придет из вашего дома. Там все сгниют. Меня судите. Вы крайне агрессивно себя ведете. Вера Федоровна начинает снова, тут же выступать, непрерывно перебивает меня и бурчит все громче и злобнее. Но ей не дают слова. Сейчас после занятий останьтесь и все докажите при свидетелях. Докажите. Докажите при свидетелях. Какие бы ни были приняты постановления, здесь вы их дома обсуждаете и поносите. Вы разрушитель. Вы ведете великую подпитку злобы в тех, кто уже предал сатане и творит суд над себе грехами своими. Я говорю это в соответственности за свои слова. Вы все время знались с этим сексотным милиционером, подполковником, через дорогу живущим. Когда мы сидели в краевой прокуратуре с Геннадием Петровичем, он ни на кого не ссылался, а только на вас. Вы, друг его. И не оправдывайтесь. Это уже пройденный этап. У вас злое сердце и вам не нужно совершенно нечестное построение потерявки. Вам нужно только то, чтобы к вам приехали интеллигентные люди. Поговорили и уехали. Припомните, как вы говорили, чтобы я, женщина, и стала слушаться мужа, «Да никогда! Возьму ружье и любого расстреляю!» Вера сорвалась и уже не могут ее усмирить. Так и рвется на скандал. «Сейчас вы остановитесь! Или не можете остановиться? Вы никогда не жили по слушанию и не знаете, что это такое. Вам нужен проходной двор ради церкви, где порядок и чистота, чтобы ни на один обед больше не приходили. Сидите для дома. Когда был архиерей, вы зачем выскочили со славянским языком? Кто вас будет слушать? Вы же по-славянски в одной молитве десятки ошибок делаете, и вам это и не нужно. Даже ударение правильно не можете делать и перевода не можете сделать. И, конечно же, когда всегда ваша эта дурнина прошла мимо, а как всегда ваша дурнина прошла мимо, и никто вас не послушал. Староста-барабаш пытается остановить все еще бурлящий поток слов изо рта Веры Федоровны. «Не смотрите на меня так!» Ошалело. «Сидите спокойно. Даже сейчас при всей неуклюжести своих мыслей не можете закрыть рот. Совершенно непослушны. Что бы батюшка не сказал, вы все обсуждаете. И сестру свою также настраивайте. По уставу в деревне должно быть дежурство одного человека во время богослужения. Спрашиваю старосту, кто сегодня дежурит. Оказывается, Виталий Устинов. Поехал к нему, дом заперт. Виталий знал, что он будет в поле или уедет куда-то. Заранее мог посмотреть и подмениться. Заранее мог посмотреть и подмениться. Это ведь твоя забота, ты должен был обдумать, а потом одежурить за того, кто за тебя бы дежурил. Ты мог заранее решить это, подойти к старости и доложить. Виталий подает голос и оговаривается. Скажи, кто же уехал? Что я не так говорю? Причем тут на поле? Ты будь на поле, но и этого не оставляй. Подменись. На работе, когда производство тебя ждет, ты же просишь другого за тебя побыть. Или еще как. А здесь вы не чувствуете ответственности. Не по совести все это и кончится у вас это ничем. Это не мое. Вы не привыкли к дисциплине. У вас сразу же взрыв. Как только правду скажешь, призовешь выполнять вами же принятые правила потеряевки, вам уже не только батюшка не нужен, вам само устройство деревни не нужно. Повтори громко. Мое дежурство. Ты бы всю деревню обошел и все же за себя оставил кого-то. Когда читаешь про Бермудский треугольник, так вот, так и у Петра Калашникова. Заезжай во двор. Когда пошел Виталий искать, вижу, во дворе топится печь. Покричал. Пусто. Дырь подперта палочкой без замка. Нигде ни души. Как будто корабль сели осьминоги. Посмотрел в котлах, картошка валится рядом, сено везде. Уже подготовил все к зиме и к пожару. Через два часа заезжаю, все так же. Печка дымит и нигде никого нет. Я поехал тогда к батюшке. Ведь уже горели почти все. Что же тут делается? Любой пожарник скажет, что топящаяся печь без присмотра не должна оставляться. И это несмотря на то, что она правильно даже устроена. И все же без присмотра ее не бросать. А Петя, оказывается, пасет в поле. И печь зарядил своим чушком. Подпер дверку каким-то прутом. Ветер дует в сторону сена. И достаточно одной искры, чтобы красного петуха Петру запустил ветерок. То есть печька такая сделана и все. Ну, на улице. Деревня наша уже за эти малые годы минимум как пять раз сгорела. Нина Шадрина зажгла. Староста чуть не спалил сады все. И староста спалил сады. Ага. Само уже потухло. Это они с Митей отворили. Это с Митей это с Плотниковым. Саша Дмуха два раза поджигал. Крыльцо у самого сгорело. И машина досок. Почему? Потому что правила нарушаются сплошь. Нынче у нас в лагере были пожарники. Им дано было задание партийное задушить нас. Что-то найти против нас. Но они ничего не могли найти. Вода более двух кубометров в лагерном баке возле кухни. Песок везде и лопаты и кошмар. Да. Пол на кухне земляной и покрыть железными корабельными плитами рифлеными. Пожарник говорит по большому счету у вас нарушений нет. А я говорю а какие маленькие и маленьких никаких нет. Без присмотра не оставляем. Русские печи топятся. Обязательно чтобы рядом в ведре была вода. От вора остаются стены от огня уходит все. И не приведи Господь. Председатель цель совета Кулеба Кулеба Василий и то говорил не дай Бог кто пустит на вас огонь. Нужно лучильникам еще пройтись от корчена и убрать сорняк. Поднимите руку кто чем помогал нынче лагерю стану. При начале восстановления потеряевки мне пришлось по милости Божией достать обрезки стекла зеркальной фабрики. Я привез где-то около десяти тонн. Все что давал отдавал под одним условием бесплатно чтобы нигде ничто не пропадало. Не так как у Петра наложил стекло на землю пошел бык наступил и стекла как не бывало. Пойду по дворам и вы дадите отчет как пользуетесь этим. Получили мы это даром и все же не так даром. Нам оказана была милость чтобы вы молились за благодетелей наших. Сетку рабицу купил ровно полный КАМАЗ привез. Бесплатно. Еще дорогой опрокинулся чуть не погиб. Это я вез и опрокинулись мы. И пятьдесят сто метров каждому даром дал. Так будьте добры не портите ее. Кроме того давал кое-кому пользоваться водопроводными шлангами и хочу видеть как так ли вы их используете. Шланги пятьдесят метров шланги бесплатно. Серака 19 глава Работник склонный к пьянству не обогатиться и ни во что ставящий малое мало-помалу придет в упадок. Давал я всем бумагу чистую она для письма но на разжижку давал газеты их каждому дал примерно по два с половиной центнера. Берегите не каждый год будет такое счастье. Об общих работах Теперь об общих работах говорю. Очень трудно отзываются ваши люди коровы бодаются быки бьются из-за коров и ограда дни деньника где днем корова отдыхает и их доет повалилась и видите что корова уже в огороде Виталия и ни один ухом не ведет безобразие пришел Роман подправил теперь приятно смотреть он безотказный как только услышал так и пришел с инструментом Николай иногда приходит а остальные что остальные что там нет вашей скотины вот овцы в обед проделили дыру и ушли в поле в хлеб мы в лагере видим это тут же их загнали и стали загораживать свою сетку рабицу принесли и денник 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 овчей запеленали овечей овечей запеленали а вы столбы мы лагерные заготовили бесплатно целую машину бери и потреби двери денник где коров загоняют наполовину только открывают пастухи коровы с обратной стороны попадают как в мордушку и снова ворота поломали и вы не подумали их отремонтировать я сказал Роману будь уверен Миша Никитин не придет ремонтировать и знаю что скажет он мне что нашли крайнего а почему нашли крайнего у него все такое блатное а почему именно я кто заложил меня так что легче самому сделать его обойти подальше он только свой дом видит Миша слышишь вздрогни и будь Михаилом Витальевичем заботившись чуть-чуть и о других ради своего пуза живи то есть у него было тяжелое положение подсудное у отца там у него как-то пистолет был и дал какому-то на подержание пистолета и убит был солдат за магитофон то и мне пришлось за него ханатайствовать говорить и сказать спасать и он это все тут спахнул на дороге после зимы ваша зала с гвоздями уберите не нужно не нужно и опасно есть заповедь расчищать дорогу но не портить иссящая сатра глава проходите проходите ворота приготовляйте путь народу ровняйте ровняйте дорогу убирайте камни поднимайте знамя для народов поднимите поднимите знамя для народов мы идем лагерем и все до стеклышка убираем мы хозяева и так приучи своих деток любое общество как организация состоялось только тогда когда был порядок учрежден было старшинство где жены ходили в послушании где друг против друга младшие широко урод не раскрывали в противном случае все сети только на разрушение есть готовый устав общество зафиксировано занятия надо посещать и вести их вы не вели тогда те годы зимой инициативу перехватывают другие вполне допуская что занятия будут вести люди в рожденные потеряевки и уже на это намек есть можно предполагать тем разговоров это против меня а значит против всего библейского и какие вырастут плоды можно уже ясно нарисовать как в доме и амбрия все будет внутри трухлявой из жития Макария Александрийского 19 января придумывать как разрушить потеряевку и не надо тут уже обстановка созрела для этого вы рассеетесь как прах и как дым просто приглядывать за лагерем потому что мы уезжаем на полгода когда проходите мимо лагеря или пасете скот зайдите на территорию лагеря помолитесь перед крестом и посмотрите все ли двери забиты и все ли в порядке весной снег сбросить где деревянная так сбросить снег не так обязательно но где глиняная там размокнет стена сбросить сугробы и смотреть где наш лаб лаба с мукой и крупами чтобы снег не поднимался выше манжеты железной на столбах на которые споднят лабас она предохраняет от грызунов иначе мы ни с чем останемся и в подвалах у нас много всего нужно беречь от проникновения воды староста ваша церковная община ни разу не подошел и не подойдет это стопроцентная гарантия что он не заботится о регистрации вашей святоанфимовской общины ему это абсолютно не нужно до конца перерегистрации осталось только два месяца для этого нужно собрание списки членов успейте все лето вас толку долдонью и не могу с места сдвинуть ни на йоту что с вами вчера разговор вели о том чтобы одиноким сделать общее житие чтобы ибо по одной из живущих старушек не протянуть уголь везти каждая дрова накладно вот если бы жили бы они вместе не мощные но они не хотят почему боятся что сгрызут друг друга особенно в пост как ведьмы злые становятся пишет отец Михаил Ардов если в каком возрасте не можете если в таком возрасте не можете ужиться значит вы достойны такой участи осы пчелы муравьи все гуртуются даже змеи а вы что хуже змей смиряйте свой дикий характер опять без скота вижу что скот по сути недобросовестно напоминаю урывки урывские от нас за 10 километров живут и пригоняют на наши поля а вы на своих пастбищах не хотите пасти толчетесь возле дома корченские доводят до нашего дома свои гурты за 6 километров то есть у них где стоянка за километров за 6 от деревни и еще 6 километров сюда гонят за 6 километров пригоняют от своих летних стоянок наши же за 50 метров они дальше пасут пасут Николай Келячков на фундаментах старые где были коровники фундаменты я вижу что ж такое-то подхожу почему не гонишь дальше они не идут коровы же знают где им лучше стоят семечки пощелкивают они ничего не знают то есть корова ничего не знает она может только есть то куда ты ее пригонишь у нас отец 40 лет пасы никогда не доверял скотине выбирать пастбище так и в горах поднимаются до самых ледников и потом обратно идут за снегом который их давит сверху к зиме скотина пойдет по огородам она обожрется она же скотина не умнее тебя или такое вижу и не один раз на одном месте целый час стоит Виталий Устинов два часа три и вижу что быстро бегает и когда скотина отходит в сторону он бегом закрутит ее в табу и только палка летает мелькает какой же это пастух спросил жителей у кого коровы как же так они сказали что если Виталий пасет значит с пустым выменем придет скот и что это разве Господь не видит ты же обокрал людей ибо достаток через вымя и искринок ты залез ко всем в карман ладно что один день пасет а если бы пас неделю подряд он бы уморил их до смерти везде есть отава много зеленой травы и никуда не гонят отава это после того как траву скосили новая нарастает никуда не гонят я опять на велосипед еду в поле никому дела нету с детства не приучены пасти скотину надо влюбить кормить или на глине у пруда стоит часа два или скроется в лагу и их кругами мучает палащи не сравненно хуже безбожника пасетий и еще лучше этого видел из дома вытолкнут скотину потому что проспал и стыдно теперь гнать в поле скотинку вот в тихушку вытолкнул куда они пойдут пусть сами соображают решение держать корову ты принимал сам и значит должен совмещать все остальное не нарушая баланс витаминов скотине и больше чем на 200 метров стада коров у него не расходится а если пасти то сами они расходятся больше чем на километр то есть там он делается широкий коровы не любит когда там вторая ходит не удалось достать столбы телеграфы с пасынками хотели их на зерноток употребить и вот уже года три в траве гниют сколько раз я батюшке говорил чтобы или поставить их или приподнять гниют никто не ищет их даже и сейчас вот говорю вам и ничего не изменится а один тут подобрал почему же вы за общественное дело не родите так один к одному подобрались все жители деревни вот подает староста голос не на моей территории а завозил когда то куда стало бы положить показал мне митя плотников и нет тока а я бесконечно обращаюсь чтобы до конца довести дело некоторые будут слушать плотников и староста это было сказано 20 лет назад ну 15 лет назад так что тут уже все этих людей нет уехали тут еще сегодня умирать будут что это я говорю у русских людей всегда последнее звено разорвано достали привезли пропало испекли уже пироги дома в целлофане спарили и выбросили воробья нужно только приподнять и подсунуть бревнышки чтобы на воздухе был деревянный столб а не на земле когда нам говорят что мы смотрим только на внешнее не уделяя должного внимания внутреннему таким еще раз показываем что все это происходит от внутреннего Лука 6 глава это вы знаете не хуже нас но поступает сведение что у вас как будто нет устава церковного если говорится что коленопреклоненно значит оба колена должны коснуться земли для тебя Миша говорю это земной поклон должен быть полный по церковному чего не надо над тем стараются щегольнуть глупыми стрелками на брюках наводят их и боятся поклониться чтобы эти переломы на брюках не испачкать Златоуст смеялся над такими пижонами что они так обе удорожили надень их на голову такие штаны свои напяли на голову перед чашей не хотят сделать земной поклон каждую минуту норовят облокотиться на стенку ревности нет никакой к делу спасения мы договорились чтобы на одежде в храме не было никаких рисунков и надписей Миша я тебе это говорил это не раз и ты опять пришел с надписью на английском ордер может тебе прокурор уже выписал ордер как раз и был подсудный у нас не принято носить погонщики военные носить погон может только тот кто на военной службе как брат Севастьян он следователь прокуратуре края Виктор Андреевич он врач краевой больницы против всего этого бунтовал Саша Дмуха СССД а сегодня его родной брат Костя стоит на пороге ему нужна помощь его забирают в армию армия сегодня это убийство мы можем лишиться прекрасного человека и сколько бы я Саше не бился но он погонщики так и не снял хотя они ему век не нужны но этим можно что-то против Игнатия сделать и он эту вилку сделает повторю ты сделаешь ее себе а не мне погон это проповедь войны отвоевался Саша и теперь на развалинах дымящихся сидит коль не положено у нас быть в свитере в церкви то не позволяй и маленькому ребенку в храм в нем прийти к тебе Миша это говорю надень под низ рубашки то есть можно под низ рубашки приучай по порядку ребятенка с юности не положено к женщине носить брюки и на девочек не цепляйте то что Бог ненавидит второзаконно вторая глава на женщине не должно быть мужской одежды и мужчина не должен одеваться в женское платье ибо мерзок пред Господом Богом своим всякий делающий сие я говорю с людьми которые в хороших отношениях но не нарушают и для меня нет никаких авторитетов вот они переехали Плотникова в Грецию они приняли нас не знаю как хорошо и встретили и прочее но это из старого материала когда они были они будут слушать видеть это чтобы не восприняли как-то я из книги взял книги-то у вас же там находятся в доме сегодня у Плотниковых девочки уже щегляют в брюках это идет от Марины она любит это то мужскую шапку наденет то в храм детей в мужском одеянии приносит и в этом вопросе однажды решитесь и не прикасайтесь пример ловлю Виталия бегает по деревне и одет в платке задержал вопрос что это еще за гомосексуальная форма появилась у нас отвечает резко и с обидой всегдашней на зеленого закипения в гневе удобно мне так удобно мне так значит еще раз на женщине не должно быть мужской одежды и мужчина не должен одеваться в женское платье ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякие дела мерзавцы и Марине удобно шапку мужскую носить почему так удобно и запретного каждому это уже извращенцы вот на базаре стоят не русские в халатах ватных тюбетейки прилепили к не русским не христиан и они никогда не пойдут на то чтобы их жены как у русских носили бы с разрезом натурально разорванные в лапшу юбки а здесь живут христиане плюс православные плюс имеющие членство в общине плюс по уставу это запрещено и так легко все это творят как будто тут проходной двор и ничто на них не действует деревские люди собрались здесь если устава не будет то практически уже внешне ничто объединить не будет объединять не будет начинать только маленькие шажки вначале делать и вот уже все на выворот идет во всем у таких людей сегодняшнее учение говорило о том как легко нажить врагов когда отдаешь поучение и облегчение уже сегодня я половину из вас сделал с врагами себе но когда придет за все расчет я буду вашим лучшим другом самая опасная дерзкая женщина и опаснее бывает только мужчина который покорится этой дерзкой женщине подкаблучник это уже самое самое опасное и так вы скрились духовно во мне Христос я в душе верю мне посредникам не нужно я напрямую со Христом разговариваю чтобы уничтожить страну достаточно одной капли холеры и чтобы возникла страна прошли сотни лет сколько нужно глубочайших знаний и специалистов чтобы нападших людей поставить на ноги батюшка сегодня еще трудится а если его завтра не будет здесь мы слишком много положили сюда за 7 лет чтобы так без боя сдать вам горластым это горнопанство еще возможно было там на улице но когда вы вошли в общину то это все закончилось ты подписался слушаться ходите в подчинении не мутите за глаза а кому кажется что я говорю не то что здесь тех прошу остаться здесь мы запишем на магнитофон все наши слова вы будете горько-горько жалеть о минутах которые не оценили мы не оставляем ни одной сферы жизни чтобы не рассмотреть ее внимательно как лучше сделать что-то как более приемлемо как нам лучше духовно не растерять ее и вот Марина пишет как дядя Игнатий говорил так и получилось говорит кровавыми слезами будете плакать как мы жалеем что потеряевки так у нас все было это уже из Греции она писала мне не разрешайте детям играть на дороге как янчуки и у Миши постоянно сгонять приходится понять ничего нельзя сделать как приговоренный ребенок погибает я оборачиваюсь назад они опять на дороге дома песочница не играет все и один погибает задавили ребенка на смерть а я возвращаюсь назад с крапивой уходить из дороги а что ты строжишься на рожай своих досмотри за ним то есть дерзкие были все ребенка потеряли задавлены на кладбище уже лежит а часто по дорогам едут пьяные из чужих деревень правила которые мы включили в свой устав они для сохранения жизни дома не оставляйте открытыми телефон для вас такую роль сегодня играет и вы его не цените на каждую растяжку антенны его я привязал несколько красных тряпочек чтобы машина когда будет пятиться не наехала и не свалила бы антенну то есть добился тут ходил долго-долго из телефона сделали такой по эфиру накорчено а там уже дальше идет большая антенна и растяжки Лену я поставил там старший над телефоном идея получения телефона все мое поэтому никаких болтливых разговоров не вести 3 минуты не превышать отец акин вступает разговор случилось такое что когда показывают интересную программу АТН то во время наших разговоров программа полностью прекращается то есть у корченских то и все ваши разговоры слушают в корченах за 15 километров и говорят нам уже надоело слушать всю вашу болтовню но опять тоже получилось я говорил не слушали теперь уже искорчены они сколько между собой это говорили а потом батюшки выговорили а теперь я говорю я что придумаю что ли Игла я этого ничего не знал но вводя эти правила уже заложил то что есть чтобы говорить по делу и только 3 минуты и потом только через полчаса когда придете к Лене то кратко расскажите предимите разговоры если есть тайна то сиди дома с этой тайной 3 октября 1999 года ну что получается 16 лет назад об этом говорили разговором было и вот одно из собраний я знаю как сейчас прослушают который ничего не делает не знает он ума не даст своим говорится домашним и он будет меня судить но деревня освободилась от этих людей и теперь этого нету этого теперь нету все это было очень непросто и поэтому а мы тоже образуем деревни не образуйте другие образовали она она говорит и все распалось Богу нашему слава во веки веков прости Господи и помилуй